Давайте перейдем к презентации. В первой части я покажу вам, насколько тесно связаны корни немецкого и российского уголовного права в отношении белых породников. Я познакомлю вас со сделками в уголовном процессе, без которых экономические уголовные дела сегодня невозможно представить себе. Ввиду ограниченности времени в конечном итоге я могу сказать лишь несколько слов о конфискации преступных доходов. То же самое касается и тимой комплаенс, которая в последние десятилетия стала очень важной областью консультаций и для бизнес-адвокатов. Последний вопрос теории уже решен в уходящем законодательном периоде. В Германии, вероятно, не будет уголовное право для компании. Вторая часть моего вступления будет посвящена основным вехам в судебной практике Федерального Верховного Суда Германии, нашего высшего суда. Эти решения также являются ориентиром в нашей ежедневной практике. А сейчас начинаем немножко с теории. Давайте посмотрим, как произошло, что в Германии есть это экономическое уголовное дело. Идея была на самом деле рождена от профессора гражданского права в Германии, профессора Вильгем Хейгеман от университета Йена. Он нашел, что есть потребность в защите национальной экономики, также средствами уголовного права. Его студент, доктор Курт Линдеман, писал сравнительно правовую дизертацию в 1932 году по теме, существует ли собственное экономическое уголовное право. И он нашел, что в бывшем СССР, а также в Италии уже были соответствующие законы. В случае СССР он тоже нашел, что это развивалось в частности в условиях построения плановой экономики. Такого, конечно, в Германии не было, но под признаком кризиса в 30-х годах это все-таки была интересная идея, чтобы защищать народную экономику. Все-таки длилось еще два десятилетия до 50-х годов, чтобы такой законопроект был сделан и действительно законодатель принял такой закон в 1954 году. Назвали его «Закон о хозяйственных преступлениях». Сегодня этот закон не имеет значения. на самом деле только задержать один специальный состав преступления – уголовно-правовые нарушения государственных прав в предоставлении услуг по товарам в разных отраслях частной экономики, а также четыре состава административных правонарушений и некоторые процессуальные и иные нормы, которые все без практического применения. Как же выглядит экономическое уголовное право в Германии тогда? Самые основные составы преступления вы можете найти в общем уголовном уложении, в частности, статья 263 «Мошенничество», 266 «Злоупотребление доверием», 266 «А», удержание и растрата заработной платы, 283 «Банкротство» и многие другие. А также в Германии есть и уголовное положение вне уголовного кодекса САА. Это очень важно знать для всех людей в Германии, которые ведут хозяйственные действия, в частности, генеральные директоры компании. Например, уклонение от уплаты налогов, тоже состав преступления, вы можете найти в положении о налогах, как статья 370. Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, вы найдете в статье 23 закона по защите коммерческих тайн. Запоздалая подача заявления об открытии процедуры конкурсного производства в случае юридических лиц, статья 15, буква «А», положение о банкротстве и последний пример от многих, я бы сказал «Сотни», это у меня в презентации «Незаконный спыт в обращении продуктов медицинского назначения», статья 40-41 закона о медицинских продуктах. Пройдем и посмотрим, что такие сделки в уголовном процессе в Германии. Допускают ли себя эти добровольные сделки в уголовном праве? В самом начале это было очень спорно. На самом деле в защите интересов подсудимого, как наш ученый Удольф фон Иеринг в конце 19-го, в начале 20-го века писал в отрасли уголовного права. Форма – это присягнувшая противница произвола, сестра – близнец свободы. Твердые защищающие от внешних атак формы можно только ломать, но не огибать. То есть, было там сильное мнение, что в уголовном процессе невозможно или только возможно провести процедуры с формальными правилами, но не с такими добровольными конструкциями. Но, как стало известно позже, в 20-м веке был такой прилив дел в уголовном судопроизводстве, что невозможно все посмотреть до самого конца, невозможно слушать всех свидетелей и в конце дня заканчивать все дела. Поэтому, в крайнем случае, уже в 80-х годах прошлого века, в частности, защитники-адвокаты предлагали прокурорам и судям прекращать дело за определенный результат в случае призвания вины. Это было не на основе определенного закона, это было вне обычных процессуальных правил, это была только практика. Тем более, об этой практике участники судопроизводства часто не узнали. То есть, бывало, что после того, что прокурор прочитал обвинительное письмо, произошло, что суд уже дошел до приговора в тот же самый день, что невозможно, если это без приготовки такого. Но в 90-х годах некоторые этих дел дошли до Верховного суда Германии. Верховный суд нашел, что это не запрещено. Верховный суд дал некоторые правила формальности, которые нужно следовать, но если участники, как судья, прокурор, защитник и подсудимые наблюдали им, было, можно и включать сделку в уголовном процессе. Длилось не очень долго, до 2009 года, когда законодатель дал этим правилам судопроизводство и законные формы. Был там закон, с которым был изменен процессуальный кодекс. И в этом мы сейчас с этими можно сейчас и включать эти сделки по закону. Посмотрим очень коротко на эти правила, которые дает нам закон. Во-первых, эти соглашения можно включать на всех степенях процесса. Во-вторых, признание обвиняемого должно быть неотъемлемая составная часть сделки. Не обязательно, но обычно делается так. Во-третьих, согласиться можно на назначение правовых последствий деяния, а также на процессуальные вопросы. Нельзя соглашение на обвинительный вердикт, либо на установление факта. Это запрещено. Число 4. Участники соглашения согласуют верхнюю и нижнюю границу санкций, то есть точную санкцию в форме штрафа или вмешивания свободы нельзя. Всегда есть определенные рамки для суда, чтобы решать, где точно находится этот правильный размер наказания. Число 5. Процессуально суд сам объявляет предложения для таких сделок. Конечно, эти сделки разрабатывали всеми участниками, часто защитникам, но чаще и чаще и прокурорам и судам. И об этом суд объявляют в открытом заседании, чтобы все в аудитории могут понимать, что на самом деле происходит, в частности, что есть эта сделка именно в этом деле. И это соглашение происходит в открытом судебном заседании. Участники могут выставить свой вид, из этого заключается, если обвиняемый и прокурор соглашатся на основные предложения суда. Число 6. Есть определенные обязательства протоколирования согласно закону, которые дадут с документацию того, что произошло. Это очень важно. Число 7. Соглашение об отказе от права от жалования запрещается. И если есть такое все-таки, это не действует. Число 8. Есть обязанность суда раскрывать факты дела все-таки. Число 7. Даже если есть признание обвиняемого о вине, тогда суд должен быть убежден, что было и так, как обвиняемое признавание. Число 7. Есть некоторые вопросы? Я вижу, я предлагаю, мы пройдем в конце презентации, когда, я надеюсь, будут еще 10 минут, чтобы говорить об этом. Давайте сейчас продолжаем с докладом. Время очень органическая, поэтому я постараюсь пройти без верну. Последнее хочу сказать о сделке. Есть и возможности, чтобы такая сделка отпадает. Например, если после заключения этой сделки значительно меняются рамки, факты или другие обстоятельства. Или если поведение подсудимого больше не разрешает выполнять эту сделку. Такие случаи я в моей практике прошло 20-ти лет не подданно. Некоторые слова только о конфискации и удовлетворении требований потребителей. У нас было изменение закона в 2017 году. Раньше эта конфискация была очень непопулярна, потому что суд всегда был обязан уточнить не только сумму, которую нужно конфисковать, естественно, но и потерпевшего, которому нужно выплатить его. Показалось, что такого потерпевшего часто не было, или он не хотел показать свое лицо. Сейчас есть новая процедура. Суть конфискует сумму как продукт преступления. И после того, что приговор окончательный, потерпевшие имеют возможность в сроке 6 месяцев подать свое время, что они требуют эти деньги. И если никто не хочет, тогда денег получает государство. И несколько слов о комплиансе. Комплианс – это такая идея, что предприятия сами наблюдают и гарантируют, что законы в предприятии, уголовные законы наблюдаются. Есть там статистика аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. И согласно исследований, на 80% случаев подозрения эти вопросы, случаев подозрения преступления, заявляют об уходе свободы. И 50% случаев подозрения под коррупции никогда не узнают прокурор, что такого было. На фоне того, что конечно, есть обязанность предприятий декларировать налоги, например, или социальные взносы. И если неправильно делали, тогда есть и позже еще эта обязанность. Правильно это декларировать и платить эти налоги и взносы. Но обязанность декларировать что-то из подозрения против определенного человека не существует. Кроме того, есть большинство больших предприятий программа против коррупции. В средних компаниях еще есть примерно во второй компании такая программа. В многих предприятиях, конечно, это меньше. Но половина предприятий считает, что это на самом деле выгодно для конкуренции, для рекламы. Чтобы сказать, у нас есть программа против коррупции, мы наблюдаем законы. Если предприятия не имеют достаточной меры, чтобы предотвращать уголовные предприятия в предприятии, тогда может быть, что генеральные директоры или члены правления привлекают уголовную ответственность и ответственность для административных правонарушений, для предприятий, для предприятий и бездействия. Если это большой стимул для этих программ и мер. В окончательном конце, если в отсутствии комплианса есть ущербы, тогда можно и подать гражданско-правовые претензии против членов правления в большом объеме, как делал земельный суд в Мюнхене, в случае члена правления компании Siemens. Я уже сказал, что уголовный закон о уголовной ответственности юридических лиц в Германии, наверное, не будет. У нас есть административная правовая ответственность, согласно статье 30 административного кодекса. Из-за этого можно приговорить предприятия в случае, мы считаем, что есть уголовные преступления в предприятии в штрафах в размере до 10 миллионов евро. Политика в Германии считает, что это достаточно и был бы неправильный сигнал для экономики, если есть такая уголовная ответственность. Из-за этого в крайнем случае два, по-моему, и большие законопроектов закрыты, и, вероятно, и после выборов в сентябре больше не следует к этому этой дороге. А сейчас мы уже пройдем на вторую часть, на практику. К сожалению, мы не можем смотреть каждый случай, каждое дело очень основательно, а я расскажу вам о решениях нашего федерального вероятного суда в общем несколько слов. Первое дело – это менеджер в банке, который в девяностых годах прошлого века предупредил его клиента, что есть новые обязанности декларировать инвестиции за рубеж. Они не хотели наблюдать эти правила, поэтому они требовали дать им наличные подсчеты, и они сами, когда опять подали этому банкиру, чтобы он перечислил им на зарубежный аккаунт, на банковский счет зарубеж, в частности, в Люксембурге. Он не знал, что они делают этими суммами, и он не знал, декларировать ли они правильно или нет. Но просто смысл на самом деле он смог представить себе. Они не хотели наблюдать новые правила. В чем включается смысл этого дела? Верховный суд решил, что умысел не только можно найти, если человек одобрит эти преступления клиентов, но можно и помогать им, если он понимает, не одобрит и все таки делает. И так и было в этом случае. Он получил очень маленький штраф, но признавал суть приговора и его как помощь в случае налогового преступления. Второе следующее, второе дело, это о фактическом генеральном директором компании, в частности, в случае ГМДХ или ООО или ОАО. Зачем такой фактический орган? Нередко бывает, что бывший орган был приговорен, и поэтому по закону больше не могут работать генеральным директором на срок 5 лет, согласно ст. 6 Законе об обществе оконченной ответственности ГМДХ. А что делать? Нередко бывает, что есть потребность вести бизнес, несмотря на этот приговор. Нередко бывает, что жена и друзья тогда станут генеральным директором, но на самом деле все решения принимает этот генеральный или бывший генеральный директор как сильное лицо в этом новом предприятии. То есть, есть там всего критерии 8, если 6 из них может устанавливать 6 из этих критерий, тогда он может считать, что это лицо можно считать органом, не формальным, но фактическим органом. Формальный орган все-таки останется ответственным и по уголовному праву, как в нашем случае. Жена, которая на самом деле никакие решения не приняла, была тоже приговорена за банкротство новой кампании, но и его муж и более острое наказание был в приговоре против этого мужа, который все решения были на самом деле ответственными. Третье решение – это о уголовной ответственности за опасные продукты в кармане. Это на самом деле не умысленные преступления, но обычно это приговоры и за неосторожность, побуждение здоровья или жизни. В нашем случае, это был очень ранний пример этого производства, речь шел о аэрозонах для обуви. И были жалобы, клиентов подали в эту кампанию производителей этих аэрозонов, чтобы они чувствовали себя плохо, и другие проблемы даже потеряли осознанность. И давно ничего не произошло. Были даже жалобы в Федеральное министерство по делам молодежи, здоровоохранения и семьи, все-таки ничего не произошло. Были всего 224 случаи жалобов во время 1989 до 1983 года. Тогда, полтора года позже, Федеральное управление здравоохранения стало активным. Суть в том, что помощник этого отдела тоже использовал такие аппаратуры, и в ее случае она тоже чувствовала эти проблемы. Не только она, но и попугай, который стоял на столике рядом, когда она использовала аппаратуры. С попугаями даже было хуже, он умер от этого. Тогда они возбудили и уголовное дело, и тогда директори встречались на очередное заседание и обсуждали, что делать. На самом деле они не очень много решили. Они решили предупредить клиентов с маленьким клейком, что это может повредить здоровье. И главный химик этой компании предлагал внешнее расследование, чтобы разъяснить причину этого эффекта. Этого они не делали. Учина никогда не точно была разъяснена, даже в уголовном судопроизводстве. Несмотря на это, все директоры были приговорены и заключили неосторожности. Только этого клиника они были оправданы, потому что он не мог помочь в неосторожности этих директоров. Это невозможно по закону. Но его действия снизили на самом деле риск, а также он даже не смог принять никакое решение. И директоры получили условные наказания лишения свободы. Следующий случай – это о черных кассах. Были такие в христианской демократической партии Германии случаи, когда были большие суммы пожертвования анонимных людей. И одно ответственное лицо этой партии, бывший федеральный министр Канта, решил им не подать в Пухкадерию, но перечислить его на зарубежную кассу, от которой только он знал, как доверное лицо. И он считал им не использовать для себя, конечно, но в пользу партии. Конечно, в пользу партии, как он решил и думал. Потому что никто другой не знал, что эти суммы даже существовали. Высший федеральный Куэль тоже знал об этих деньгах. И против него было возбуждено уголовное дело, но покрашено, потому что он платил сумму в государственный бюджет. И он сказал, я дам мое честное слово, как честный человек, что я не буду сказать, откуда эти деньги и кто платил. В случае господина Канта было по-другому. Его приговорили злоупотребление доверием, потому что он причинял риск, что эти деньги потеряны для партии. Это не решено до конца, но партия сама не знала. Только он знал. Поэтому они на самом деле риски, что они потеряли навсегда, может быть. Это достаточно формально для составской ступени злоупотребления довериями. Пойдем дальше. Пятый случай. Это о компании D2. Это большой мобильный адрес. Сейчас называется Vodafone. И когда они переобразовали эту компанию, некоторые члены партии были не нужны в конце 90-х годов. Поэтому они решили пойти в отставку. Это решение уже было принято. И после этого было решено дать им бонусы в размере 50 миллионов до ЧМА. Из-за этого было судебное разбирательство. И суд в первой инстанции решил, что это не преступление. Потому что это как бы было решено советом директоров, по каким-то правилам, но суд не смотрел на это. Поэтому прокуратура подала апелляционную жалобу против этого. Верховный суд решил, что это недостаточно. Нужно устанавливать, на какой основе было нужно платить эти суммы. Верховный суд не мог найти. Решение уже было, что они уйдут в отставку. И на самом деле проценции не было, чтобы платить им. Поэтому дело дошло в первой инстанции опять взамен в Дюссельдорфе. И тогда никогда не дошло до конца. Дело было прекращено за оплату суммы в денежный бюджет. И это окончательно. Согласно статье 153 буква А нашего уголовного кодекса. Веда с отличных клапанов, очень сложное дело. Давайте позволяйте мне, пожалуйста, мы пройдем в следующий случай. Это уклонение от оплаты налогов. Это такой отрасль судового производства в Германии. Очень важно. Есть очень новые дела. Индивидуальные дела предприятия. И до этого решения, в 2008 году, эти дела обычно не дошли до суда. Они все были решены по финансовым отделам, как только обвиняемый смог платить его налоговые финансы. Нашего государственного суда эта практика вообще не устраивала. Поэтому он решил, что если сумма этих неоплаченных налогов превышает 1 миллион евро, тогда обязательно нужно приговорить человека, а не с условным наказанием лишения свободы, но с лишением свободы не меньше, чем одного года. Это был сигнал. Наверное, причиной было дело против бывшего председателя правления немецкой почты, который не платил налоги в сумме 8 миллионов евро. И он получил за этого условный штраф в размере 2 года лишения свободы плюс штраф в размере, который соответствует еще 2 года лишения свободы. И тогда в прессе они очень критиковали это решение, сказали, что, может быть, самые большие преступники идут из судебного дома свободно, но маленькие все будут в тюрьме. После этого, конечно, все-таки есть всегда возможности, как разобраться с делами финансовые отдела, например, считают, что есть там часть налогов, которые были неоплачены под нарушением уголовного права, они тогда нужно рассматривать, и другая часть не связана с уголовным преступлением, но только нужно платить им. Но это судопроизводство еще действует, и есть новые повторения, чтобы уточнить, что в крайнем случае есть там более чем только символические наказания для преступления, уклонения от оплаты налогов. Сейчас мы уже дошли до конца презентации сам. Я благодарю вас за внимание, и хочу сообщать вам от нашего председателя, что завтра мы продолжим с 17 часов московского. Сначала выступает господин Шавельев, который расскажет вам о принудительной исполнении в экономическом праве. Господин Шавельев является старшим юристом международной юридической фирмы «Pins and Maisons» и практикует в Мюнхене. И заключительную презентацию в 18.15 завтра проведет Александр Шмагин, опытный юрист из средней юридической фирмы «Дера» в Берлине. Он выступает по теме признания иностранных судебных и арбитражных решений. Я думаю, очень интересные темы, и вы, конечно, приглашены. Еще не совсем желаю вам приятного вечера. Сейчас смотрю на возможные вопросы, которые будут поданы и могу найти здесь. Первое, есть ли в германском праве… Нет, это еще другое… Предусмотрено ли уголовным правом Германии уголовное ответственно за коммерческий подкуп? Да, это можно. Это статья 299, не должна быть определенная сумма и экономическая выгода. Но это недостаточно. Но должны быть и такие нелегальные соглашения, то есть какие-то деяния против конкурентства. В Гамбурге в Берлине мы говорили, что дар подпринимателю податки больше чем 5 евро нельзя. Это является уголовным преступлением. Каким актом такое регулируется? Это очень похожий вопрос. Акт регулируется статьей 299. Но в случае предприятий и предпринимательной следы дать сотруднику 5 евро – это недостаточно. Эти суммы должны быть необычными и должны быть направлены на такое нелегальное соглашение. Т.е. если сотрудник получает только коньяк, то стоимость от 2000 евро – это постепенно, если это связано с обещанием, что сотрудник делает что-то нелегальное. Третий вопрос. Если в Германии практика попередачи частей государственных услуг в конкурентственную среду частным организациям, не всегда являются ли сотрудники и учредители данных организаций субъектами традиционных правонарушения? Т.е. такая практика… Т.е. такая практика… Т.е. такая практика – это не только коррупция, но и для других выгодов, даже в Германии. Т.е. возможность, чтобы писать статью, которая получает не имеют бы и сексуальные выгодные, тоже считается и врачами коррупции, а также, я знаю, тоже не обязательно эти действия чиновника должны направлены на и легальные и нелегальные действия, но даже если он получает эти деньги за то, что он действует, это может быть в формальности, может ваш вопрос направлен на это направление. Может ли прокуратура отказаться от сделки с подсудимым по другим причинам или вообще без причины? Т.е. не так легко отвечать, это очень вопрос из практики, нужно сказать. Т.е. есть разные возможности, чтобы прекращать дело в кармане. Т.е. например, если подозрения нет, тогда дело заканчивается. Т.е. есть дела, в которых обвинение на самом деле вред незначительный, даже если это было бы доказано. В таких случаях эти прокуратуры не работают до конца, но они скажут, что гипотетически, даже если доказано, что его обвиняют, это было незначительно, тогда мы прекращаем по статье 153, потому что незначительно. Следующая степень – это уже значительные преступления, можно им прекращать до среднего уровня, если обвиняемый платит сумму денег или выполняет общественную полезную работу в определенном размере. Т.е. и тогда прокуратуры тоже, и суд тоже может прекращать дело, даже окончательно, как будто бы с приговором. Эти дела невозможно открывать позже, после оплаты суммы или работы. Так, продолжаем. В чате есть, может быть, еще вопросы? Многие участники писали. Многие участники писали. Многие участники писали. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Korrel va Может ли прокуратура отказаться от сделки с подсудимым по другим причинам или вообще без причины? Я думаю, этот вопрос мы уже ответили. Есть, мне кажется, вопросы отвечаемые. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, подайте. Немножко время осталось. Там есть новый вопрос. Может ли потерпевший получить деньги от преступления, если потерпевший находится в санкциях? Механизм у нас другой. То есть только тогда, когда дело окончательно решено, тогда потерпевший получает деньги от суда. То есть суд конфискует сумму, и тогда потерпевший может требовать эти деньги от суда. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Может ли сделка с правосудием состояться при возвращениях потерпевшего? Конечно, эти сделки есть, и это может быть очень важное условие таких сделок. Факт, что подсудимый платит ущерб прямо к потерпевшему, может быть причина за то, что суд снижает санкцию значительно. И поэтому, если подсудимый может причинять и может заключать, например, договор и просто платить деньги потерпевшему, тогда это может быть условие этой сделки. То есть суд выплатит под санкционному лицу, даже если банки отказываются переводить СДН лицу, а то понимание другое. Суд выплатит не подсудимому или тому, кто приговорен, но потерпевшему. Потерпевший может идти в прокуратуру после приговора, после дела окончено. И там он требует его компенсации, то есть или требует свои деньги, которые он потерял. А потерпевший находится в экономических санкциях ЕС. К сожалению, такое дело я лично не знаю, что лицо под экономических санкциях ЕС не может потребовать деньги от судов, потому что есть санкции. Если есть такой пример, пожалуйста, дайте мне. Я могу, может быть, сказать или дать вам информацию позже. В моей практике такой случай, где возражать ущерб потерпевшему только из-за этого, потому что он под санкциях. Такого я не знаю. Хорошо. Спасибо вам. Напишите мне, пожалуйста. Тогда, если есть такое дело, мне будет интересно узнать и, может быть, мы обсуждаем этот вопрос. Тогда наша лекция сегодня дошла до конца. Есть ли новые вопросы? И я благодарю вас за ваше внимание, за ваш интерес и желаю вам хорошего, приятного вечера. И, может, вы продолжайте наш курс завтра с последними лекциями уже, как я уже сказал. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...